Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Микелия Ди Ридольфо Дель Гирландао Микелла Тазини. Святая Варвара. Вот какое описание этой картины я нашел в интернете. Будучи учеником у Ридольфо Дель Гирландая Микелия Тазини получил от него разрешение носить его фамилию. Кроме наставника на художника воздействовали Андрея Дель Сато, повлиявший на первое поколение манеристов, и Джорджа Вазари, представитель ранней манеристической живописи. Изображенная на этой картине христианская святая Варвара стоит во всю высоту полотна, что зрительно удлиняет фигуру и продает ей особое изящество. Поза и жест красивы, весь облик девушки отмечен мягкостью и обтекаемостью форм, словно погруженной в дынку. Фантастические розовые и зеленоватые голубые цвета, нередко встречающиеся в живописи манеристов, создают ощущение, что перед зрителями мир, в котором действуют свои оптические законы. Слева видна башня, в нее по преданию Варвара заточила отец, чтобы скрыть от взгляда мужчин. Справа была снежная лилия, символ целомудрия. Когда родитель разрешил дочери выбрать себе жениха, та отказалась выходить замуж. В руке святая держит пальмовый ветвь, символ мучений, который она претерпела за веру в Христа, будучи истязаемой и в конце концов казненной. Вот такое описание картины святая Варвара Микеле Тазини я нашел в интернете. Все, пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания Великие Музеи Мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok